Сегодня сотни тысяч фанатов Apple в США, Канаде и еще восьми странах мира штурмуют фирменные магазины корпорации. В продажи поступили новые модели iPhone 5S и 5C. Как всегда, ради возможности купить заветный гаджет первыми, многие поклонники яблочного смартфона провели в очередях несколько суток. Мой коллега Роман Мамонов тоже сегодня встал затемно и отправился к магазину на Пятой авеню в Нью-Йорке. Мне срочно нужен кофе, я хочу есть, я хочу спать. Юная туристка из Бразилии Изабель вместе с мамой пришла сегодня к главному магазину Apple в Нью-Йорке в 2 часа ночи. Ради нового яблочного смартфона она решила пожертвовать последним днем отпуска в Большом Яблоке. Мама лишь нисходительно улыбается, дочь взахлеб описывает, зачем такие жертвы ради какого-то телефона. Мне очень нужен айфон, он изменил мою жизнь. Боже, в нем же все мои контакты, электронная почта. Это моя связь с миром, моя жизнь, он мне нужен. К 8 утра времени старта продаж в очереди перед Изабель на первый взгляд примерно тысячи человек. Сонные поглощающие кофе стакан за стаканом. За ней еще пара тысяч страждущих. Очередь растянулась на несколько сотен метров и люди лишь подходят. Самые отчаянные фанаты здесь в очереди в магазин Apple на углу 5-й авеню и 59-й улицы на Манхэттене начали занимать места еще в начале недели. Любовь фанатов столь беззаветна, что они готовы проводить ночью в обнимку с термосом, прикрывшись одеялом на раскладном кресле. А самые опытные даже знают, где здесь в округе ближайшие забегаловки со всеми удобствами и кофе, чтобы не замерзнуть. Здесь даже не отрицают, что любовь к Apple это культ. Для тех, кто далек от эпловской техники и не разделяет любовь к гаджетам, культ бессмысленный и беспощадный. В продажу сегодня поступили обе новые модели iPhone 5C и 5S. Первая бюджетная версия смартфона с пластиковым корпусом разных цветов. Белого, розового, желтого, зеленого и голубого. Цена от 99 долларов за аппарат с 16 гигабайтами памяти и двухгодовым контрактом. 5S — новая флагманская модель. Главное отличие — 64-битный процессор, такие ставят в ноутбуке и настольные компьютеры, сканер отпечатков пальцев, улучшенная камера и новый вариант исполнения корпуса — золотой. Цена от 199 долларов с контрактом. И вот ради него студент из Огайо Джастин приехал в Нью-Йорк. В очереди он был четвертым. Мы приехали специально, чтобы купить iPhone 5S. Приехали еще 6 сентября и все это время провели в очереди. Спали на улице, общались с народом, тусовались. Любопытное наблюдение. В этом году очередь за iPhone говорит все больше на китайском языке. За новыми смартфонами тут стоят целыми семьями и щедро отсчитывают новенькие 100-долларовые купюры. Кстати, по-прежнему действует правило — не больше двух iPhone в одни руки. Для нас это уже традиция. Мы с друзьями всегда стараемся купить телефоны первыми. Два года назад мы провели 18 дней в очереди, чтобы купить модель 4S. В онлайн-магазине Apple продажа новых телефонов стартует сегодня в 8 вечера по времени Нью-Йорка. Если не хочется ждать в очередях в магазинах или доставке, можно зайти в офисы продаж сотовых операторов. Кроме США, продажи нового яблочного телефона начались еще в 9 странах — Канаде, Австралии, Японии, Китае, Сингапуре, Франции, Германии, Англии, Пуэрто-Рико. Аналитики полагают, что в первую неделю Apple может продать 5-6 миллионов iPhone. Ничего принципиально нового, говорят они, корпорация не предложила. К тому же Apple так и не решилась на снижение цен. А это главные условия успешной конкуренции со смартфонами на базе операционной системы Android от Samsung, HTC и других бюджетных производителей. Так что бурного роста продаж, несмотря на сегодняшний ажиотаж, эксперты не ожидают.